привет друзья еду с хоккея сегодня позвали меня внепланово поиграть в эй лигу это самая серьезная лига проиграли мы 3 6 0 и 3 10 это за 11 дней у меня 6 игр было вы давно меня просите рассказать о том как совмещать тренажерный зал с другими видами спорта сегодня я расскажу вам как это делать тем более что сегодня я просто вообще выдохся устал как давно не уставал во первых последний раз я играл на таком высоком уровне в эй лиге год назад а может даже и больше и несмотря на то что мы проиграли сегодня конечно же очень много ошибок я совершил но по мне сделали 65 бросков против 25 бросков что нанесла моя команда по другим воротам но это не суть важно конечно воротчик должен ловить отбивать все так вот друзья совмещаю я силовые тренировки я не знал что меня сегодня позовут я утром еще тренировался тренировал грудные мышцы тренировал голень и бицепс обычно если у меня игра я не тренируюсь вообще либо делаю тренировку на окислительные мышечные волокна как же совмещать любые другие занятия с тренажерным залом не важно чем вы занимаетесь единоборствами волейболом баскетболом футболом хоккеем как я если в воротах играете или полевой игрок в принципе основные рекомендации у всех будут одинаковые сначала определитесь с тем что для вас на первом плане тренажерка или другой вид спорта но скорее всего вы будете как среднячок либо вам и там и там интересно вы хотите прогрессировать либо вы используете тренажерку просто для того чтобы хорошо себя выглядеть быть функционале и чтобы тренажерка помогала вам в том виде спорта которым вы занимаетесь я думаю что это будет актуально для всех поэтому будем делать основной упор на такой вариант но повторяюсь подойдет это для всех от чего нужно отталкиваться друзья в первую очередь отталкивайтесь от того восстанавливаетесь вы или нет для этого вам необходимо делать одно очень простое действие завести дневник и каждое утро когда вы просыпаетесь и еще не встали с постели замерять свой пульс замеряйте следить за ним если вы увидите что пульс резко понижается или повышается это будет говорить о том что вы перетренировываетесь что вам нужно пересмотреть свой подход к тренингу к восстановлению и конечно же очень важно то как и чем вы питаетесь если вы ведете настолько активный образ жизни вы просто не можете позволить себе фастфуд вы не можете позволить себе картошку фри дрянь всякую из макдональдса любой фастфуд вам противопоказан если вкратце сказать почему потому что те бактерии которые у нас с вами в организме переваривают эту пищу да это делают бактерии а не мы а мы уже за счет жизнедеятельности бактерий получаем энергию так вот если вы будете кормить хреновые бактерии то они начнут преобладать над бактериями хорошими но это условно потому что вы понимаете да что разную пищу используют разные виды бактерий если вы не хотите чтобы в вашем организме преобладал тот вид бактерий который будет блокировать ваше восстановление который будет блокировать чтобы даже если вы будете питаться иногда и хорошей полезной пищей чтобы она усваивалась эти бактерии будут делать все и в том числе воздействовать на вас воздействовать на ваш мозг чтобы вы хотели и дальше питаться всякой дрянью это уже не раз доказано экспериментально поэтому даже не хочу это обсуждать если кто не верит это его дело мое дело дать вам рекомендации итак определились с первым да считаем следим за своим пульсом и пересматриваем свой подход к питанию следующее 2 литра воды для вас в сутки минимум чистой воды вам противопоказаны соки свежевыжатые противопоказаны также вареная свекла морковь все то что выбрасывает очень резко инсулин в кровь это продукты инсулиновые бомбы единственное когда можно себе и нужно это позволить это после тренировки после силовой тренировки или после тренировки того вида спорта которым вы занимаетесь но сразу же по окончанию тренировки не пока вы придете домой или сходите в душ нет закончилась тренировка даже до заминки вы должны принять быстрый привод вкратце что касалось питания ну а теперь давайте поговорим о тренинге если вы не достигли силовых нормативов которые у меня описаны в статьях моих и видео уроках найдите их посмотрите то вы должны преимущественно сосредоточиться на силовом тренинге пока не достигните этих силовых показателей и развивать выносливость выносливость развивать это не тренировать сердце друзья это прошлый человек это чушь миф и бред если вы пытаетесь как-то тренировать свое сердце и надеетесь на то что у вас повысится выносливость то вы просто ничего не понимаете в современном тренинге нет нужно пытаться развивать в своих мышцах митохондрии чтобы в ваших мышцах было как можно больше митохондрии митохондрии будут сжирать те процессы распада которые закисляют мышцу которые в общем вызывают утомление митохондрии питаются этими процессами распада чем больше в ваших мышцах будет митохондрии тем лучше и не нужно вычислять как многие делают сколько какой тип волокон преобладает в той или иной мышцы и тренировать исключительно эти волокна это глупо любую мышечную группу особенно ноги нужно максимально часто тренировать в окислительном режиме лично я когда ознакомился с этим когда сам понял как и что нужно делать а до этого я учился спец классе по футболу мы бегали по утрам до школы мы бегали до тренировки после школы у меня выносливость не повышалась ни на грамм но когда я стал тренировать мышцы именно на выносливость вот вам пример сердечная мышца она работает всегда она вообще никогда не отдыхает вы знаете как она целиком и полностью состоит из окислительных волокон окислительные волокна это как раз таки волокна которые переполнены митохондриями вот вам простой пример сердце это уже идеальный орган если вы тренируетесь оно все равно всегда подстраивается под вас под ваши нужды отдельно как-то его тренировать совершенно как тренировать друзья у меня есть видео посмотрите такую тренировку на выносливость можно делать каждый день даже в день тренинга можно делать два три раза в сутки за два месяца любой из вас тренируясь подобным образом выйдет на пик своей выносливости за два месяца всего и потом останется только ее поддерживать итак мы разобрались если вы достигли не достигли силовых нормативов в в приседаниях в отжиманиях от брусьев подтягиваниях и нет это четыре упражнения присед жим лежа брусья и подтягивания то о других тренировках за исключением тренинга на выносливость вам пока нет смысла их думать силовой тренинг тоже прекрасен тем что его в принципе можно проводить и перед тренировкой можно приседать на силу тянуть естественно у вас будут забиваться мышцы но не так как при тренинге на гипертрофию а гипертрофия тренируется совершенно по другому нежели сила не забывайте что ни в коем случае нельзя доводить себя до отказа вас ни в коем случае не должно задавить весом особенно в таких упражнениях как приседания и становая тяга в брусьях и в подтягиваниях в отжиманиях от пола другими словами в упражнениях с собственным весом вы смело можете доводить себя до мышечного утомления до отказа но ни в коем случае не сработает железом при работе железом отказ убивает сил при этом перенапрягает все ваши системы вы откатываетесь назад и вы очень быстро идете к тому чтобы впасть в плата в перетренированность и тогда будете подхватывать все болячки все инфекции кстати если вы постоянно и часто болеете это говорит в первую очередь о том что вы находитесь в постоянной перетренированности и все ваши системы организма постоянно утомлены в первую очередь центральная нервная система если утомлена центральная нервная система то все остальные системы будут барахлить будут вас подводить также потом будет утомляться и извиняйте что трафик сегодня такой жесткий и эндокринная система поэтому очень четко вы должны понимать и чувствовать как тренируетесь как совмещаете тренировки лично мне нравится чтобы между моими тренировками был день отдыха и не страшно что у вас будет большие перерывы между силовыми тренировками нет если вы хорошенько будете работать восстанавливаться наоборот вы более быстро и качественно придете к хорошей физической форме но повторяюсь что тренировки на выносливость вы можете делать ежедневно это очень и очень просто и очень полезно вообще в принципе даже для вашего здоровья и для общей жизнедеятельности для тех же кто прошел силовые тесты сдал силовые нормативы тот может тренироваться уже и на гипертрофию здесь уже немножечко сложнее ни в коем случае нельзя делать тренировку на гипертрофию когда у вас на следующий день игра иначе вы будете чувствовать себя скованными а вообще если вы даже практикуете такие тренировки в один день то не забывайте что между тренировками должно пройти минимум 6 часов вы должны успеть два раза поесть и желательно минут 30 отдохнуть пусть не спать но прилечь и расслабиться при таком раскладе если вы иногда будете делать это допустимо нужно понимать что силовой тренинг на гипертрофию очень сильно утомляет мышцы утомляет центральную нервную систему и перегружает ее и если еще на фоне этой мышечной усталости усталости центральной нервной системы вы будете добивать ее игрой в хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, единоборствами вы будете себе вредить поэтому тренировки на гипертрофию либо на следующий день после игры либо за два дня до самой игры какие способы ускорения восстановления есть самый лучший способ это контрастный душ когда вы принимаете холодный душ потом тепленький душ но не горячий ни в коем случае друзья после тяжелых тренировок не посещайте сауну не ходите в баню вообще если вы тяжело тренируетесь особенно с железом вы не должны ходить в парилку раньше чем чаще вернее извините чем один раз в две недели об этом писали постоянно еще в двухтысячных годах я это читал даже в журнале flex на тот момент это был лучший журнал силовых видов спорта американский но сейчас muscular development опередил сейчас флагман это muscular development так что друзья вы можете совмещать любой тренинг с тренажерным залом просто смотрите всегда на это через призму восстановления ваших восстановительных возможностей восстановительных способностей и не забывайте что восстановительные способности натренировать невозможно с возрастом и с стажем когда ваши рабочие веса растут интенсивность с которой вы способны работать растет необходимо будет увеличивать восстановительные часы то есть как многие думают что вы сможете быстрее восстанавливаться это неправда об этом кстати не раз говорил и Дориан Яц и другие великие спортсмены так что друзья только вы сами думая головой составляя себе график тренинга наперед ведя тренировочный дневник сможете понимать как вам составлять план тренинга и не забывайте что для тех кто тренируется натурально самое важное это периодизация вы должны тренировать все три типа мышечных волокон как гликолитические так промежуточные так и окислительные причем каждый из мышечных волокон можно тренировать как на силу так на массу так же и на выносливость на рельеф друзья тренироваться нельзя это чушь на рельеф можно только питаться поэтому если вам кто-то говорит что вот эта тренировка на рельеф то человек просто ничего не понимает я уже устал об этом говорить повторять читайте статьи читайте мои книги смотрите видеоролики они вам очень помогут скоро я буду делать и тренировки показывать которые я делаю в тренажерном зале но именно для того чтобы лучше мне игралось на стабилизацию суставов на то чтобы мышцы так пора лучше работали чтобы корпус всегда у меня был ровным для вратаря в хоккее очень важно это ну и конечно же тренировки на выносливость а вы друзья ставьте лайк если вам понравилось пишите что понравилось пишите ваши вопросы о чем бы вы хотели еще обсудить в роликах а если не понравилось ставьте дизлайк но обязательно напишите что вам не понравилось просто если вы напишите ролик говно это будет говорить только о том что вы говно и в голове у вас говно Если хотите покритиковать, это должно быть рационально Вы должны объяснить, с чем вы не согласны, почему, как есть и как должно быть Тогда это будет иметь смысл Иначе вы просто будете выглядеть глупо и смешно Как те люди, которые, не имея никакой фигуры, заплывшие жиром И когда садятся на табуретку, особенно женщины, если их можно так назвать Свисают с обеих сторон табуретки, но при этом на спортивных, пусть даже подкачанных девочек Говорят, что это не женственно По мне, друзья, так Человек, который это комментирует и свисает с обеих сторон табуретки Он вообще не женщина И не имеет права давать критику или даже говорить о том, что нравится ему это или не нравится Всегда нужно быть немножечко объективными Понимать, что для чего мы делаем И быть на позитиве Поймите, тролли и хейтеры Если вы Если вы пытаетесь за счет другого человека Особенно если он лучше вас Обосрав его, набрав в рот говна, плевать подняться как-то в своих глазах Или в глазах других То вы ошибаетесь Вы просто жрете это говно Обычно адекватный, нормальный человек просто смеется над вами Вы выглядите не то, что нелепо и глупо Вы выглядите как полный дебил Для нас это просто вообще смешно Будьте позитивными Пусть вас эти картинки мотивируют Даже если вам не нравится человек Возьмите и сделайте свою фигуру По своему собственному идеалу И покажите как должно быть Но если вы кусок жирного сала, который ничего не делает Только жрет, бухает Вы вообще не имеете права открывать рта И язык ваш должен быть там В том месте, в котором вы сидите Потому что мозги ваши тоже там И я это все говорю, друзья, весело, с позитивом Не включая в это и капельки негатива Потому что это все вызывает только смех и жалость к таким людям Надеюсь, что вы тренируетесь Надеюсь, что вы развиваетесь не только физически, но и духовно Читаете нужную литературу Слушаете хорошую музыку Играете в шахматы, го Развиваетесь всесторонне Нельзя развиваться только физически Нельзя развиваться только духовно или умственно Это неправильно Только развиваясь всесторонне Мы можем претендовать на какое-то достойное место В этой жизни Несмотря на то, что жизнь это материально Все мы сгустки энергии Это давно доказано уже современной физикой Квантовой механикой Поэтому все, что мы думаем Говорим Комментируем Возвращается к нам Не пускайте в свою жизнь негатив Окружайте себя только позитивными людьми Радуйтесь Начинайте жизнь с улыбки И тогда Жизнь будет меняться Серьезно Вы это увидите Почувствуете Очень и очень быстро Ну ладно Не буду вас больше грузить Спасибо всем, кто слушал Потому что смотреть было мало на что В этой темноте Увидимся, как всегда, в тренажерном зале Всем пока